Всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня основная серия на проекте Музин Холиплей и сегодня у нас будет новое интересное видео в котором я покажу свою новую машину которую приобрел примерно три дня назад сегодня мы протестируем это самая быстрая BMW D90 которая есть на серваке просто она единственная в единственном экземпляре поэтому видео будет реально интересно потому что такого я думаю еще никто не снимал и не показывал поэтому обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал также не забывайте его промокод пишите мм пишите мм потом нажимаете 7 пункт промокод указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом за который получите 150 тысяч мой промокод можно вводить на любом серии Музин Холиплей также я хотел бы вам сегодня рассказать про обновление полностью конечно про него рассказывать не буду я затрону только самое интересное то что интересно как бы мне а именно новая система для семей добавили новую систему для семей это получается ваучеры за которые можно будет покупать всякие улучшения для семьи также добавили разные способы с помощью которых можно зарабатывать эти лаучеры зарабатывать нужно ваучеры для того чтобы купить что-нибудь интересное пишите fpn получается здесь есть ваучеры семье здесь есть количество ваучеров и есть обменник ваучеров которые пока что не работает потому что призы еще не сформировали то есть их еще не сделали но уже копить можно эти ваучеры есть три способа как можно накопить эти ваучеры первое это нужно выполнять ежедневные задания если вы выполните все три задания то в семью дадут 02 ваучера есть еще один способ это именно онлайн семье каждый payday у кого будет больше онлайн семье тому будет даваться получается ваучер один ваучер также есть третий способ это нужно выполнять задания они на самом деле очень сложные то за это выполнение задания дается 5 ваучеров то есть там есть война семей она начинается в 18.00 по мск но там очень сложно поэтому мы туда два раза ездили там реально просто мясорубка происходит поэтому наш способ это именно онлайном забирать ваучеры поэтому кто хочет там семью пацаны обращайтесь ко мне вконтакте можете звонить мне в игре номер в игре пять девяток поэтому мы сейчас активно просто занимаясь семьей я уже на протяжении трех дней постоянно делаю наборы по сто раз в день поэтому я всех смогу принять обязательно приходите именно к нам семью потому что у нас вот есть особняк в батырь во в принципе у нас есть неплохой автопарк давайте я вам покажу вот получается наш автопарк семьи да конечно не прям очень дорогой но я думаю нормально потому что ну есть как бы raptor есть nissan titan есть елик бэхи мерседесы вот видите самая активная семья братский круг за этот пейдэ и они получили награду поэтому пацаны всех буду ждать семьи обязательно приходите буду всех принимать какие общие критерии просто иметь третий уровень потому что если у вас уровень ниже третьего то я восприятие смогу система не даст и просто быть адекватным вот и все поэтому буду всех ждать к нам в семью звоните пишите вк всех прямой и так пацаны вообще чем суть видоса а суть том то что я купил себе bmw m5 f90 да у меня теперь две бэхи в принципе 1 это мурка вот в принципе bmw 5 в 90 это мурка с госка 900000 там аудиосистема нитро все дела и есть еще вот такая вот бэха без номеров у него есть одна особенность а именно то что здесь стоит третий чип это единственная бмв м5 f90 на которой стоит третий чип вот получается карпас стоит 4 у нас целостность 94 вот цена 6 миллионов эту машину я не буду резать сколько я купил потому что в будущем я возможно захочу продать потому что все таки она одна так там пацанчика пакуют алё вы чё давай садись садись ко мне братан давай 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 он не может сесть ко мне да все приехал ебать пацан все приехал я ему пытался помочь пацаны я бы мог с мусором постреляться конечно тем более если я начну его дэмить это будет считаться дэмом потом на меня написать жалобу то что я дэмлю поэтому я вмешиваться не буду я пытался ему помочь чтобы он сел ко мне в машину мы уехали но пацаны судьба есть судьба понимаете поэтому к сожалению его словили но я пытался помочь я у меня есть оружие я бы мог постреляться но скорее всего это считалось бы дэмом и потом на меня написали бы жалобу потом бы все говорили что я дэмщик блять и так далее поэтому я этого делать не буду бмв м5 f90 stage 3 просто пушечка просто пушечка пацаны заряженная ракета просто понимаете это единственная бмв м5 f90 у которой стоит stage 3 я не шучу пацаны реально это единственная бэха на всем серваке я не думаю то что на всем проекте потому что где-то должна быть м5 f93 чипом но почему-то на них вообще 3 stage никто не ставит но я все-таки нашел этот экземпляр купил себе его и очень доволен как бы у этой машины целка сто процентов была пробег сейчас 480 километров то есть человек который мне продал эту машину он получается ее купил салона и поставил на нее третий чип как я понял то есть это единство бмв с третьим чипом и я очень доволен да теперь у меня бмв f90 две штуки как бы я не знаю зачем мне две но пока что я эту продавать не буду если буду продавать за 30 миллионов пацаны говорю сразу кто захочет купить за 30 миллионов я вам продам вот если вы хотите купить 30 лямов забирает без проблем давайте я покажу сколько она вообще едет потому что это самое интересное вообще что в ней есть это ее максималка максималка прям не очень большая но я считаю то что это уже неплохо то что эта тачка едет чуть чуть быстрее чем новая ешка вот разгоняемся максималочка у нее двести пятьдесят два километра в час я считаю то что это очень неплохо прям но это круто это реально круто то что ну здесь 52 я считаю это очень хорошо потому что ешка по новой едет 248 возможно я ошибаюсь возможно ошибаюсь я точно не помню но то что это бэх объедет ешку новую это сто процентов понятное дело если на ешку новую поставить стейдж 3 то на бэху это обгонит это само собой но сама суть то что бмв м5 и f90 с третьим чипом я хотел бы конечно на свою бэху именно на мурку поставить третий чип но к сожалению пока что не у кого его купить у проверенных людей поэтому пока что у меня будет просто отдельно бэха м5 и в 90 с третьим чипом я считаю это очень круто не на машинка едет очень хорошо мне прям сильно нравится сюда больше нитро аудио и было бы очень круто реально было бы просто по кайфу жалко нельзя третий чип переставить например мою бэху с помощью там доната либо еще каким-то образом было бы нормально конечно это не выгодно разработчикам делать типа снятие третьего чипа и переставлять их на другую машину потому что потом меньше людей будет донатить рулетку потому что если поставил на машину третий чип то он на этой машине и останется то есть ты не можешь его никак переставить не можете как снять но ничего не можете сделать вообще если поставила машину то все больше ничего сделать не можешь давайте кстати еще поедем нара выполним задание вот самое сложное для меня это вот лодку найти просто если не давать лодку то там полный бак и ее никак не заправить поэтому сейчас поедем на пирс возможно там у кого-то из лодки мы попросим чтобы нам дали руль и мы ее заправили так сейчас короче поеду сюда возможно у кого-то здесь есть лодка потому что там на пирсе никого нет. Возможно, здесь реально есть лодка, кому нужно её заправить. Но здесь, скорее всего, все арендованы, да? Да, здесь вообще все арендованы. Давайте пробовать арендовать лодку. Возможно, где-то есть неполный баг. Под мостом езжу, штрафы получаю. Понимаю, блин. Вот, короче, эта заправка, на которую нужно заехать и заправить лодку. Но лично лодки у меня нету, как бы. Я хотел бы её купить себе, но пока что нету возможности. Ну, короче, нету бабок пока что. Сейчас все деньги просто будут уходить на семью. Я сейчас максимально, как бы, занят семью именно. Блин, давайте сейчас попробую арендовать. Я не знаю, что из этого получится. Мне кажется, нихера не получится. Но давайте попробуем все-таки. Попытка не пытка. Так, покупка снастей. Аренда лодки, да? Какая-то здесь самая большая лодка вообще. О, вот такая вот лодка еще есть, да? Так, аренда, да? Сколько она стоит? Так, я арендовал, она стоила мне 80 тысяч, да? Алло, блядь, я не могу залезть. Да садись, ты баран, блядь. Ты шо? Пиздец. На ней полный баг просто. Давайте печку включим тогда. Заведем, короче, лодку, включим печку. В вашем транспорте здесь непрережность обогревателя. Понимаю, блядь. Просто 80 тысяч пизду потратил. Ну здесь полный баг. Ну, блин, ёб твою мать. Это я должен иметь свою лодку, чтобы выполнить это задание. Ну, это пиздец. Там мусор дэмит или чё? Понимаю, блядь. Погодя, нахуй, пацаны. Нихуахуа. Нормально, чё? Прикольненько, блядь. Так, я вот тут, короче, подписчиков встретил, написал, передай привет от Данила Морозова. Ок, пожалуйста, удачи. Данил Морозов, тебе большой привет. Короче, пацаны, чё я хотел сказать. Я хотел бы слить топливо, но нихера не получается. Вот, нажимаю слить. Пишет, что слить топливо можно, если залито другое топливо, неподходящее. Я эти 100 литров буду выкатывать, я не знаю, сколько. Реально, я не знаю, сколько их выкатать нужно, блядь. Поэтому поехали, наверное, на дайверы. Там тоже нужно выполнить задание. Блядь, 80 тысяч просто в жопу, понимаете, я потратил. А вообще работа дайвера работает, мне интересно, или нет? Смотри на это быдло, блядь. Сиди тут, сука, курит, да, блядь? Дядя, что-то ты не похож на работника рыбалки, блин. Так, дайвером хочу устроиться. Так, джоп ляавы, да? Джоп ляавы. Пищем. Всё, я хочу быть рыбаком. Всегда мечтал. Давай, давай, дядя. Опа. Ого, костюмчик какой. Нормально. Я просто давненько не был на рыбалке. Так, я же это нашёл, но это очень сложно. Меня из-за графики нихера не видно. А если выключить графику, понимаю, как, блядь, можно внизу так сесть, блядь, в воде. Ну шо, пацаны, вроде бы я справился. Последняя сейчас ходочка будет. И у меня будет 20 тысяч. По идее. Может быть, там чуть-чуть не хватит. Сейчас посмотрим. Но у меня один вопрос к разработчикам. Почему здесь нету костра? Где он должен быть вообще? Что, водолазные люди или что? Я не понимаю. Вообще нету костра. Реально, его здесь нету. Или есть? Подожди, это костёр? Ага, блядь, понимаю. А чё так далеко? Вот, костёр. Я думал, здесь всего нету, блин. У меня уже яички замёздли, как бы, ну, сами понимаете. У меня ещё одну ходку, по идее, сделать и всё, да? Да, 300 рублей не хватает. Вот как насчёт лодки, я не знаю, пацаны. У меня лодка пропала, потому что я уволился с работы. Я почему-то об этом забыл. И надо найти просто человека, у которого есть личная лодка, которую нужно заправить. Потому что по-другому я не знаю, как это сделать. Ждать, пока в лодке закончится топливо, это тоже, знаете, ну, долго. Как бы полная лодка бензина, мне кажется, ну, где-то полчаса придётся точно ждать, чтобы 100 литров заправить. Поэтому, как выполнять это задание, я, честно говоря, не знаю.